Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался. Что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Всем здравствуйте. Олег Пеков в студии. Программа «Встретились, поговорили». Перед тем, как прозвучала заставка, я думаю, что многие обратили внимание на очень такой необычный маленький кусочек трека, который прозвучал с шаманскими ритмами. Дело в том, что исполнительница этого трека, певица, украинская певица, для которой Украина стала второй родиной для творчества и жизни, у нас сегодня в студии Назгуль Шукаева. Здравствуйте, Назгуль. Добрый день. Здравствуйте. У меня училась джазовой музыке в Москве, а уже более 20 лет вы живёте в Украине. То есть вот так вот, ну, получается, вот таких три центра. Так сошлись звёзды, да. Да-да-да. И я нашим слушателям хочу обратить их внимание, что Назгуль обладает редчайшим действительно диапазоном голоса. Она может исполнять горловое пение в технике кай, и до классического сопрано может исполнять фолк, может исполнять джаз, академическую музыку. И вот об этих тоже вот удивительных способностях, а собиралась она когда-то стать тренером дзюдо и занимался спортом. Так что вот удивительное такое сочетание талантов, о котором мы поговорим. Вот как случилось, что вот в городе Уральске вы пели в группе Дженнис Джоплин, я понимаю, что увлекались наверняка рок-музыкой, а затем вдруг вот такие вот неожиданные какие-то вот... Что руководило вот этой судьбой, которая вас вела вот сначала в Москву, потом в Украину? Здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, радиоболтком. Спасибо, Олег, за вопросы. Мне кажется, что вы лучше меня знаете, чем я себя. Ну, так сошлись звёзды, и такая вот интересная как бы жизнь была у меня, когда вот доверяя пространству, доверяя себе, я просто шла по наитию. И у меня вот такие встречи были интересные с учителями, с разными. Я оканчивала не только... Ну, в Гнесинах я проучилась два года. До этого я дирижевскую хоровую в Казахстане окончила, потом я училась в голландской школе, я в американской школе, из Тилвойс, курсы различные, до сих пор даже вот прохожу какие-то интересные направления. То есть если я вижу, что есть возможность для развития звука, голоса, я иду туда обязательно. И это такой путь, который всё время открывает новые грани меня. Я поняла один момент, что звук невозможно исследовать до конца. Это как часть себя, своей природы. Поэтому моё как бы развитие продолжается. И я то, что уже багаж узнала, вот многое передаю студентам, людям, которым интересно это знание. Получается такой удивительный круговорот. То есть, с одной стороны, вы всё время сами учитесь чему-то и учите других, передавая знания. Это постоянный процесс. В тот момент, когда я скажу, что я уже всё знаю и всё хорошо, всё ок, наверное, в этот момент моя эволюция уже прекратит своё существование. Чем объяснить увлечение именно горловым пением? То есть, вот вы же обучались джазу, фолку, музыке, академической музыке и неожиданный такой вот для многих поворот. Вы знаете, в Украине очень сильная джазовая школа и очень сильнейшие джазовые музыканты. Ну, по крайней мере, я говорю про свой опыт, который я проживаю и прожила. Выступая на сцене и вот исполняя стандарты джазовые, я вдруг стала понимать, что мне тесно. А джаз – это как раз момент, когда ты выходишь из, скажем так, удобного вот этих зоны комфорта. То есть, это когда ты выходишь на такую границу, где на новый стиль можно выйти, на новый уровень. Я начала экспериментировать и чувствую, что что-то не то. То есть, я не могу петь как, скажем так, Black, да, в то же время я вроде бы… И непонятно что-то, у меня пошли вопросы. Вот, и мне захотелось какой-то создать свой стиль, скажем так, свой уникальный стиль. Оно просто шло изнутри. И я понимала, что надо обращаться к природе моего рождения. То есть, и с этого момента я начала интересоваться казахским фольклором, а дальше азиатским фольклором. То есть, и Тувой, и Монголии песнопениями, священными текстами тоже, распевами. И вдруг я стала понимать, что я превратилась как в огненное существо, которое что-то изнутри меня хочет выйти внаружу. Это оказалось как раз вот это горловое пение, низкие, вот каргара есть такой звук. И когда я начала обращаться к шаманам Азии, к Николаю Оржику, там еще были ребята, приезжали, я встречала в путешествиях своих, то мне сказали, что женщинам петь нельзя горловое пение. Вот, я вышла хитростью из этого. Значит, если женщинам петь нельзя, а много ограничений, да, вот, если там тоже своих ритуалов много было, я говорю, если петь нельзя женщинам, а мне хочется, из меня это идет внутри, значит, кто я? Я не мужчина, не женщина, значит, я есть вот существо, которое вот имеет все внутри. Вот так вот и стала петь, и потом уже стала обучать, и дальше уже как-то стало это по-другому, ну, на другой уровень вышло. А что вот общение с шаманами давало? И я знаю, что вы выступали прямо на сцене с ними, вот как это? Да, одна из моих самых любимых шаманов – это Татьяна Кобежикова, она живет в Хакасии, она очень много путешествует, и у нее там древние, ну, очень такие древние потомки, и как мудрость, постоянная мудрость и живой поток. Это люди, шаманы – это люди, которые, скажем так, они путешествуют между мирами. Может быть, это странно слышать, но у нас много разных реальностей, много параллельных реальностей, да, и шаманы – это, скажем так, переводчики, которые могут нас соединять, там, скажем так, простых смертных простых людей с другими мирами, с мирами духов, с мирами неограниченного пространства, там, где дверь открывается, и, можно сказать, это совсем другой мир. И они, как бы, помогают переводить пожелания людей, пожелания духов, и это тот контакт, который, вот, они выходят посредниками. Это я говорю про настоящих шаманов. Что вы чувствуете, вот, когда вы ходите на сцену и, вот, исполняете, вот, именно, вот, может, такую музыку? Что я чувствую? Во-первых, я чувствую всегда, я расширяюсь из точки к целому. Это код. У меня есть такие кодовые слова, которые помогают мне в кратчайший срок, вот, в кратчайшие секунды, можно сказать, преобразовывать мои состояния. То есть, если у меня там страхи появляются, или, например, ограничения, да, какие-то там убеждения ограничивающие, то определенные слова, словосочетание звуков, гласных-согласных, дает, как бы, перекодирование пространства. Я это называю бекубирование пространства. И в этот момент меняется пространство, и ты ощущаешь, что ты уже не просто там девочка, мальчик, мужчина, женщина, или Назгуль, там, Олег, Света, Лена, а ты нечто большее, чем ты есть. И этот момент – это состояние целостности, целого. Это момент, именно этот момент на сцене, не только на сцене, когда ты эти моменты переживаешь, а у тебя есть выбор переживать это как можно чаще, тебе ничего не страшно. И в этот момент ты становишься действительно настоящим проводником, другим инструментом чего-то, наверное, такого, знаете, сильнее, чем мы можем даже изучить, знать, силой, скажем так. Я, когда смотрел, ну, вот, ну, вашу биографию, ваши все вот какие-то, как говорят, этапы творческого пути, там безумное количество было всевозможных проектов. Тут и с джазовыми пианистами программа «Чёрно-белый джаз», моноопера «Алиса в стране чудес» Люиса Кэрролла. Но в какой-то, вот то, что вы записывали и для документального фильма британского режиссёра, фильма Фила Стронгмана «Киев несокрушимый», и «Фан Брокен», ваше звучит голос. И я знаю, что вот в какой-то момент вы решили резко сократить количество выступлений, и вот вы выступали вот буквально два раза в год, то есть летом и зимой. Вот чем это вот было вызвано? Ну, во-первых, когда я, скажем так, музыкант, он всегда хочет, ну, как и многие люди в разных профессиях, всегда пытаются развиваться, да? И когда мы какой-то стиль, скажем так, отточили, или уже у нас более-менее получается, нам хочется чего-то новое познать, да? И так случилось со мной, что это тоже как бы стечение обстоятельств и случайностей, которые совсем не случайные, я попадаю в современную классику. Это опыт, конечно, очень интересный, он продолжается у меня до сих пор. Это, скажем, дружба с авангардом, да, классическим. Для меня это тоже вот большой, великий рост. И я исполняю многих известных украинских композиторов классических, Викторию Полевую, Алла Загайкевич. Ну, сейчас я на данный момент участвую в опере «Оперта» Романа Григорьева или «Разумейка» «Чернобыльдорф», который вошел в шестерку лучших театров мира, постановка. У нас буквально вот несколько дней назад в Хадросфидде мы участвовали в фестивале «Контеперари Мюзик». Я там тоже с другими актерами исполняю и роль, и пою, и шаманку играю, и богиню. Вот, поэтому исполняла также Святослава Лунёва, вот, Кэррелла, или Кэррелла. Это экстремальный вокал, экстремальная, на межи, да, на грани. Это состояние совсем другого характера. Иногда эта музыка может быть настолько, как, знаете, как таран, да, вот она вот проходит так глубоко, вот, и тебе плохо от этого может быть. Настолько плохо, но она доходит до той глубины, чтобы человек думался и осознал вот как-то себя. Да, ты можешь выйти из этого концерта авангардного, ругаться, например, не понять эту музыку. К примеру, да, если ты не слушатель этого направления, но ты никогда не забудешь этого состояния. Ты никогда не забудешь этого шнитки или, ну, или вот в этом направлении. Я всё клоню к тому, что, в принципе, вот, получается, что довольно редко вы выступаете с концертами, поэтому вот сейчас, вот, ну, как бы для наших латвийских зрителей, может быть, это действительно уникальная возможность побывать на вашем выступлении. Вот я вижу, что буквально 26 ноября, это будет через два дня, на время Базгатва 401c, в зале «Падай Йосим» в 19 часов. Вот что это будет? Это будет дуэт с Еленой Рейнхаус. Вот, я очень благодарна Елене, что она согласилась помочь в организации выступить со мной на этом концерте, потому что это будет мистерия. Я уже чувствую, насколько это будет красиво. Это, во-первых, потрясающие инструменты, да, будут, это гонг, тибетские чаши, и всё, что вот связано с вибрационным звуком, да. И Елена, она великолепный мастер-музыкальный терапевт, которого многие знают в Ринге, и к ней обращаются и на частные консультации. И она проводит семинары по местам силы. Я думаю, многие знают, и многие найдут её Елена Рейнхаус. Вот, и у нас будет с ней... Я уже могу смело сказать, что это будет нечто очень красивое, потому что, когда люди собираются одинаково по духу, да, скажем так, это не мы что-то хотим, это что-то, нечто выше нас хочет это. Это этих соединений, этих звуков, этого волшебства, потому что красивая музыка, хорошая музыка, скажем так. Ну, нету плохой, хорошей музыки, но я в данном контексте имею в виду там терапия исцеления, да, вот с звуком. Это сейчас то, что самое актуальное на сегодняшний день, потому что если мы посмотрим, что происходит с миром, и мы понимаем, насколько сейчас людям очень сложно, потому что сейчас события, которые происходят в мире, болезнь, война в Украине, бомбёжки, которые... Это влияет не только на людей в Украине, а которые и живут по всему миру. Я приехала вот только из Лондона, и у меня друзья говорят, знаешь, нас говорят, у вас вот там в Киеве бомбёжки, а мы это чувствуем здесь. То есть люди настолько становятся эмпатичные, чувствительные к войнам, что пора менять что-то. И проблема в том, что самый первый, скажем, удар идёт по психическому телу, по психике. И если у нас нарушена психика, это сразу отражается на физическом теле. И вот такие терапии, соединение музыкантов, музыки, создание вот этих дуэтов, трио, квартетов, скажем так, музыка духа, она создаёт определённое пространство, которое уже поле, где люди, соединяясь, могут попасть внутреннее вот это поле исцеления. Потому что вот когда мы в состоянии целостности, мы не болеем. В состоянии целостности у нас не может быть депрессии, никакой. В состоянии целостности мы в балансе, и мы внутренне всемогущи. Мы улыбаемся миру и улыбаемся всем страданиям. И благодаря этому внутренней, знаете, стержню, мы выходим на другой уровень сознания, и на другое восприятие. То есть я понимаю, что будет звучать гонг, и будет звучать голос. Это вот такое сочетание гонга, тибетских чаш и голоса. Вот это вот будет основой этого концерта. Да, очень интересно. А вы упомянули места силы. Вот что это значит? То есть где, если какие-то вот действительно... Это обязательно должны быть какие-нибудь древние места, или, может быть, для каждого человека место силы может быть... но вот именно его какое-то индивидуальное связанное с его какими-то воспоминаниями, переживаниями, или это... Что имеется в виду? Вот смотрите, давайте по поводу мест силы, куда вот возит путешествие Елена, вы вот отдельно поговорите. Она вам расскажет свой опыт, а я расскажу как бы на данный момент про свой опыт. Я много путешествую, но я тоже так как бы путешествую, когда... Это как вот интуиция, да? Интуиция говорит, надо поехать туда. Интуиция говорит там, надо сделать то. Надо вот это... Когда вот эта связь с нашим сознанием сильная, тогда как бы нас ведёт наша сила, моя сила, да, ведёт там. Сила рода, сила духа, сила единого, это можно по-разному называть. Кто-то говорит, сила Бога, да, там. И так получилось в моей жизни. Я не специализируюсь на местах силы, но у меня так получается в жизни, что я попадаю туда, куда мне нужно. Это чаще всего бывают места, куда не ходят люди или не... Ну вот даже проход, скажем так, запрещён. Так было несколько раз в моей жизни. И это было на Сыршельских островах, тоже было. А потом на Килиманджаро вот я вот поднималась. И был опыт у меня в Гималайи, вот тоже вокруг Анапурный там тур был. Вот. И мы тоже там проходили трекинг, и там тоже были свои переживания. Хотя я, скажем так, не люблю много ходить, и не сильно хорошая, скажем так, спортсменка. Вот. И я попадала в такие условия, когда, ну вот, например, Килиманджаро, я за два часа раньше вышла, чем ребята из группы. И так получилось, что я одна шла на пик ухору, и это был такой потрясающий опыт, горняшки, скажем так, да. Вот. Незабываемый. И потом, когда я осталась там одна, с гидом, да, на этой вершине тоже происходили, скажем так, определенный диалог, который очень трудно описать и даже рассказывать трудно. Потому что, ну, во-первых, люди многие не верят, во-вторых, они говорят, ну, это горняшка, наверное, такой вот. И не хочется быть фантазером для других людей, ты просто как бы прячешь эти сокровища, ну, диалога, переживания внутри себя, и это потом в музыку выливается красиво. А вы сами пишете музыку, или откуда она приходит, эта музыка? Да, у меня в голове очень много музыки, я не всегда успеваю писать. В основном, мне больше всего нравится, когда вот идет музыка, то надо ее быстрее вот записать, потому что потом проходит частота этого времени, и пространство меняется уже, все, и эта музыка уже уходит. Ну, то есть она... Музыка — это как вдохновение. Если она пришла, ее надо сразу записывать в ноты или перекладывать, ну, на диктофон там пропевать. Ну, или как исполнитель джаза, все-таки это, может быть, и момент импровизации. Это и есть импровизация, вообще все это есть сплошной импровизацией. В импровизации тоже есть свои законы. Вот, поэтому оно не может быть хаосное, но оно тоже как бы... Весь мир упорядоченный, да, точно так же упорядоченный, но вот импровизация, несмотря на то, что оно кажется... Вот оно пришло, оно есть. Это тоже как бы законы. Ну, вот в одном из интервью вы как раз говорили о том, что музыка создает новую реальность, и мы можем бороться со своими страхами, то есть как будто бы мы что-то сначала предопределяем себе нехорошее, но музыка может создать... Да. ...другую реальность, в которой все будет хорошо. Да, да. У меня вот... Самое интересное, мне всегда трудно описать свои мастер-классы, потому что я их уже 20 лет провожу, и по всему миру. Ну, мы можем проанонсировать тоже, что да, мастер-классы тоже будут проходить. Они будут проходить 26-27 ноября на Александра Чака 104-3. Это студия «Дайва-йога» с 10 до 15 часов. Да. Ну, мастер-классы я провожу уже давно, много лет, и они у меня больше связаны с целительством. Я точно могу сказать, что когда мы поем, даже вот просто... Почему важно петь? Потому что мы, когда поем, мы строим свое новое пространство. Человек вообще обладает уникальнейшими способностями и возможностями. И самое интересное, я знаю одно то, что так... Ну, это повлияло и в моё общение и дружба с шаманами, и у меня дед был такой необычный, он был целителем. Наверное, что-то вот эта эмпатия к миру, она передалась. Скажем так, я просто очень хочу сказать, что вот настолько петь важно, потому что мы находимся в мире, где очень много вокруг нас живого, которого мы не видим и не слышим. И когда мы поем, мы вот как бы находимся вот как бы в себе, в своей, скажем так, станции, я называю, да, в своей силе, да. Мы находимся в своей природе, в своей любви. Вот то, откуда мы пришли до истины, да, в своей природе. И вот эти, скажем так, мы когда приходим, когда ребёнок приходит, он начинает что делать? Кричать, да. Когда он кричит, что он делает? Нам не нравится, что он кричит, но он кричит так громко. Он строит своё пространство. Он говорит Вселенной, я есть, я здесь есть, и я выстраиваю это пространство, и, пожалуйста, вот четыре стены там, да, допустим, там четыре направления, вот моя стена, вот это, вот так. Вот такая частота, вот такая вибрация. С годами этот голос, что делается? Убирается, да? И убирается он благодаря вот шаблонам, запретам, всему-всему. Со временем мы перестаём даже для себя говорить то, что мы по-настоящему хотим. Не то ложное, которое нам всё время реклама даёт, или социум даёт, или соседи, а настоящее внутреннее, и мы перестаём себя слышать. И у нас с этого момента перестаёт идти диалог с нашей внутренней природой. И это большая проблема, вот это отсутствие диалога с внутренним духом, душой, да, это называю. Это можно по-разному называть, и можно придумать массу научных, скажем так, слов, чтобы не шокировать людей. Но на самом-то деле всё просто. Проблема войны и проблема всего, что происходит сейчас, катастрофа и так далее, это отсутствие диалога, потерянная связь с нашей природой. И когда мы это начнём налаживать, а начнём с самого себя налаживать самим собой, всё будет постепенно выстраиваться на нужную чистоту. Потому что много, мир он многомерен, он разный. Много реальности. Сейчас все знают прекрасно, что и время сжалось, и прекрасно знают, что много разных параллельных реальностей и параллельных веток. И многие люди, которые никогда ничего не слышали, не видели, они даже это чувствуют, что раз, и пространство поменялось. Так вот, пение, когда человек начинает хотя бы что-то из себя извлекать, да, вот, ну, то есть мастер-классы, это не про вокал, это не когда мы там учимся петь, пожалуйста, это много разных красивых, прекрасных педагогов, этим надо заниматься постоянно, если на профессиональном уровне, и не только. А здесь другая, как бы, здесь, знаете, как инициация на звучание, на связь своей силы. Ведь что такое ДНК? ДНК – это звук. И на связь, слышание голоса, который, знаете, он из других миров, он беззвучный. Вот. И мы когда вот поём уже физически, мы как бы соединяемся с этим голосом. ДНК – Ну, я сразу почему-то припомнил, например, техники там в Японии, когда корпоративные какие-то происходят, ну, а в тренинге, обучение, там ведь тоже заставляют человека вот выйти на улицу и кричать в полный голос, он как бы снимает эти блоки. И есть ли здесь вот что-то похожее? ДНК – Ну, занятие так придумано, вот, скажем так, два дня семинара специально придумано так, ну, не придумано, а разработано, да, чтобы мы и с физическими телами работали, да, и со всеми телами, ну, балансировка происходила. Вот. Я рассказываю про решётку человека, да, то есть, как влияет это, как её, ну, можно быстро восстанавливать через звук. Это очень простые упражнения гласных-согласных, и определённые коды звуковые, которые помогают человеку быстро менять состояние. И звук – это телепортация, это всегда, знаете, вот, мы говорим, например, там, на одной частоте, допустим, начинаем, да, а потом вот попели песни, например, 10 минут, да, или музыку, да, или, скажем так, ту же импровизацию, да, через 10 минут у нас уже меняется поле, у нас меняется частота, и мы уже в другой реальности. Мы уже находимся в другой ветке. Вот. И про это я как бы тоже более подробно рассказываю, более подробно, но занятия построены ещё так, чтобы они шли в обход сознания, чтобы, знаете, как, когда человек, вот если человек будет что-то стараться запоминать, информацию, да, и делать, он будет накапливать, а ему нужно быть, наоборот, в ноль входить, чтобы через вот состояние ноль летать, быть более лёгким и летать из одной реальности в другую. И проблема наша в том, что мы не все знаем механизмы этого мира, внутреннего своего управления как бы механизмами этими. Ну а вот, например, можно ли какое-то вот сочетание звуков, которое вот, ну, может как раз работать, то есть вот выводить, переводить в другое состояние? Да, смотрите, сразу скажу, одно из самых как бы вроде бы простых, оно очень простое на самом деле. Вот знаете, как шаманы преподают? Они не будут преподавать вам, мы сейчас возьмём там, вот смотрите, у нас есть связки, у нас есть там мышцы, у нас есть вот эти мышцы там ленивые, мы сейчас будем так вот открывать и там нёбы и так далее. Они так не ведут, они просто сами поют, и в это время происходит, знаете, как копирование наших этих мозгом вот этих частот, то есть нейронов. Вот зеркальные нейроны, они начинают копировать всё это, и когда, например, я пропиваю, люди автоматически начинают это считывать, и у них это быстро получается. Поэтому я советую очень пробовать вот в направлении абертонного пения, да. Абертон – это расщепление звука, весь мир – это расщепление. Если вот определённым просто языком, да, там делать упражнение очень лёгкое, то мы влияем на гипофиз, да, мы влияем на шишковидную железу, она начинает нас активироваться, и у нас начинают меняться волны мозга. И в это время происходит активация, и меняется, естественно, состояние восприятия даже мира. Всё, как интересно. И это всего лишь гласные даже. Если мы даже ещё не подключили даже. Ой, то есть гласные, например, просто пропивая, например, «А-а-а» звук, «О-у-у». Даже если вы не будете абертонно петь, просто будете петь а-а-а, всё, уже ваше поле меняется. Это настоящее, действительно, квантовое волшебство. И в этих квантовых упражнениях очень много простых, где очень легко можно быстро поменять состояние. Ну, для этого, в общем, я понимаю, что не нужно быть вокалистом или певцом и так далее. Нет. Вот я знаю, что многое у вас действительно изменилось в 20 лет, да? Вот вы пережили такой, можно сказать, переломный момент. Да. Ну, у меня с детства было заболевание почек, почечная недостаточность была. И врачи прогнозировали с детства о том, что я не доживу до даже 30 лет. Вот, что будущее, конечно, рисовалось очень тяжелым, потому что это генетическое было. И моя мама рано ушла из жизни вот по этому заболеванию. И мне всегда хотелось доказать себе, доказать миру и дать вдохновение другим людям, что мы можем настолько перевернуть все, все программы, которые нам внушают, и программы, с которыми мы приходим сюда в жизнь, мы их можем поменять. Но мы их, я вам честно скажу, я буду с вами откровенна, я сама не поменяю их. Вот сидя так за столом, сидя там на табуретке, там, я там крутая, я сейчас все поменяю. Нет, я поменяю. Если я соединюсь с внутренним своим миром, со своим глубинным я, если я внутренне соединюсь со своей природой и со своей силой, и со своими, скажем так, ну, это могут по-разному называть, род могут называть, галактический род, или душа, дух. Да, то есть я все равно это вижу как единое одно. Ведь божественное – это размноженное в разные, в разные, в разные частички одно все я, генная я память, генная одно, целое. Вот, поэтому я всю жизнь доказывала врачам, себе и людям. Я пошла на дзюдо даже ради этого, стала кандидатом мастера спорта в советское время, да, там, скажем так, и сделала, вот, скажем так, невозможное для меня с неработающими почками, сделала восхождение очень серьезного уровня, и не одно, да. Сейчас вот война закончится в Украине, и я поеду в Антарктиду. Серьезно? Обязательно, да, и я буду петь в Антарктиде, да. Я уже давно, я еще до локдауна собиралась, но даже уже там предоплату сделала, все так складывалось прекрасно, ну, не получилось. А почему Антарктида? Я же говорю, меня Дух зовет так. В разные места, вот такие места, вот силы, вот, где вот эта связь, скажем так, с этой природой, да, она очень сильная. То есть это могут быть места, это могут быть состояния, это может переживаться и на третьем этаже многоэтажного дома, это может переживаться и на высокой горе, и в джунглях, где не проходят люди, и где живет там только один шаман, и так далее. Вот, говоря о, действительно, путешествиях, вот, по ваших, по, как вот у вас судьба, сначала из Казахстана в Москву, затем в Херсон, где вот вы познакомились, получается, с будущим мужем, то есть это уже такая судьбоносная встреча, которая вас оставила в Украине. Вот как вы восприняли, может быть, вот человек, который больше связан был с Азией, ну, вот с Украиной, вот как украинскую культуру, культурный, вот вы упоминали о том, что он очень талантливый музыкант и джазовый, вот как произошел этот контакт, и что вы для себя открыли в Украине? Ну, во-первых, я влюбилась в нее с первого взгляда. Вот, когда приехал, я училась в Москве тогда, в то время, и ездила сначала в Харьков, вот, и, к сожалению, сейчас мой любимый город Харьков разбомблен, разбомблен, его фактически нету, так же, как и Мариуполя. И, ну, это очень болезненно даже говорить мне сейчас, но я влюбилась сразу в людей, в страну. И она меня, знаете, она так вот меня приняла, вот, корни, да, как бы вот я пустила там, родила троих детей, и каждую минуту я счастлива, даже несмотря на то, что тяжелые события сейчас происходят там, и война, как бы, ожесточает нас каждый день, да, вот, потому что сейчас, например, люди сидят без электричества, без воды, то есть если включают, то там на 2-3 часа могут включать, постоянно выключается, это закрываются воздушные тревоги, это закрываются магазины, закрываются аптеки, закрывается метро, автобусы, все начинает стоять. Люди проносят, проводят такие тяжелейшие испытания, но проходят ее, знаете, мне, конечно, трудно сказать, но они проходят с таким вот духом, что еще могут, кто-то с другой стороны позвонит, они еще могут успокоить, еще дать силы, еще дать вдохновение, то есть война меняет сознание людей, война настолько меняет людей, конечно, устали, устали все, и это очень сложно, это очень тяжело, сложно, но именно в этот момент происходит вот такая сильнейшая переоценка ценностей, и за это время, 22 года, которые прожила в Украине, проживаю, до сих пор вот я живу в Киеве, и у меня сейчас там дети остались в Киеве, потому что мне надо было выехать, выступить в Хадорс Фиде, вот, там, ну, Contemporary Music, 45 лет фестивалю, и первый раз Украина открывала этот фестиваль, вот, благодаря... И вы представляете уже Украину, вот, ну, вот... Да, мы представляем, то есть не я, а вот команда наша, опера-аперта во главе с композиторами, там, Разумейко Григорьев, мы представляем Украину уже, там, с артистами потрясающие, великолепные, талантливые, артисты, просто великолепнейшая команда, вот, и мы представляем театр этот, ну, вот, опера-аперта. Так вот, за это время, за 22 года, я ни разу не услышала ничего вот националистического, ничего плохого, ни за русский язык, ни за... вообще вот за национальность, настолько это, ну, скажем так, это нация любви, вот, и то, что сейчас происходит, это надо нам всем пережить, вот, как опыт, как стать ещё сильнее. Я думаю, что это приведёт к новому миру, к новому восприятию, к новому пониманию, и весь мир поймёт, что война не нужна. И я так понимаю, что вот одними из техник, которые могут помочь людям обрести какое-то душевное спокойствие и какое-то вот умиротворение, и найти, попытаться любовь, это вот какая... вот эти вокальные техники у нас, я просто смотрю, уже время подходит. К концу просто я хочу напомнить, что вот узнать больше, вот, и послушать Назгулю Шукаеву в сопровождении гонга Елены Рейнхаус можно будет 26 ноября, это в 19 часов в зале пада Йосим на Бреве Базгатва 401 С. А будет ещё мастер-класс, вот, который будет говорить о возможностях, вот, как исполнение, я понимаю, вот, вокал, пение может повлиять на вас, на ваше здоровье. Это всё вот будет происходить уже 26-27 ноября на Александра Чака 104.3 в студии Дайва Йога, но если вы не запомнили, проще всего, наверное, найти вот Елену Рейнхаус в Фейсбуке и на страничке её все вы найдёте необходимые, необходимые всю информацию, где и когда это будет происходить. И вот в завершении мы вот говорили о том, что можно ли вас попросить что-то такое вот исполнить вокалом, показать вот как это звучит и вообще насколько это... Да, и мне хотелось бы вот в последней нашей с вами встрече минуты сказать просто людям, просто пойте, не важно что, но вы просто должны понимать, перед тем, как петь, не важно даже что, кричите, пойте, ведь дикость никто не отменял. Да, вот хорошо выходить в поле, да, там, и покричаться, да, там, то есть всё, вы с себя сбросили вот это всё напряжение, потому что каждая эмоция, она записывается в клетки нашего тела, вот, и когда мы поём, пропиваем, мы освобождаемся от всего этого, и не важно, что петь. пропевая любые звуки, вы понимаете, что вы начинаете в точке А, и выходите в другой точке, в точке вашей природы, связи с вашими высшими внутренними Я в идеальном состоянии. Я вас всех люблю. Спасибо. Спасибо большое, Назгуль Шукаева, была в нашем эфире, и, ну, вот буквально вот завершим. Чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть. Ну, я боюсь, конечно, горловой петь здесь, но я попробую чуть-чуть немножко, ладно? Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо большое.